В сегодняшнем уроке мы рассмотрим одну из самых сложных тем и запутанных в турецком языке, это понудительный залог. Это залог глагола по названию, это понятно, что у нас происходит побуждение к действию или вынуждение к действию. В русских учебниках по изучению турецкого языка разных авторов я смотрел эту тему и понял, что многие не разделяют этот залог на две части. Но в турецком языке понудительный залог состоит из двух частей. Есть олдурганчаты и эттергенчаты. На русском языке это понудительный залог, но его структура и смысл немножко различаются. Я попытался раскрыть в этом уроке эту тему, посмотрим как у меня получится. Если вам понравится, то ставьте лайки. Для начала есть одно правило. По способности иметь или не иметь прямые дополнения, глаголы в турецком языке делятся на две группы. Есть переходные глаголы и непереходные глаголы. И смотря какие глаголы мы ставим в понудительном залоге, то есть переходные или непереходные, понудительный залог у нас меняется. Понудительный залог от непереходных глаголов называется олдурганчаты, а понудительный залог от переходных глаголов называется эттергенчаты. Давайте сейчас посмотрим, что такое гечишлифиль и гечишсисфиль, переходные и непереходные глаголы. Переходные глаголы выражают действие, которое переходит на другой предмет. В таких случаях имеется дополнение, то есть этот самый предмет, который отвечает на вопрос, что, чего, не или неи, или кого, кими. Например, аромак, искать. Можно задать вопрос, неи аромак. Да, можно задать вопрос, что-то искать. Бищей, аромак. Или глагол бичмяки. Косить, не бичмяки, от бичмяки. Например, траву косить. Тоже можем задать вопрос. Действие у нас переходит на предметы, и поэтому этот глагол является переходным. Булмак. Найти, неи булмак. Найти драгоценности. Например, или глагол сормак. Не сормак. Сору сормак. Или кого-то спросить. Кими сормак. Тоже можем задать вопрос. И неи, и кими. Поэтому этот глагол тоже является переходным. Еще глаголы. Аннатмак. Бищей аннатмак. Что-то рассказать. Севмек. Берини севмек. Кого-то любить. Кырмак. Ломать. Ломать что-то. Бищей кырмак. Чаармак. Звать. Берини чаармак. Кого-то звать. Сейретмек. Наблюдать. Неи сейретмек. Например, денизи сейретмек. Наблюдать за морем. Здесь прежде всего нужно задавать вопросы на турецком языке, потому что зачастую некоторые глаголы в русском языке и в турецком языке могут быть в разных падежах. Вот, например, такой глагол, как наблюдать сейретмек. В русском языке мы наблюдаем за кем-то, за чем-то, а в турецком мы наблюдаем кого-то или что-то. Поэтому просто задаем вопрос на турецком для проверки. Или глагол топломак. Собирать. Что-то собирать. Бищей топломак. Гёрмек. Берини гёрмек. Кого-то видеть. Очмак. Бищей очмак. Что-то открывать. К этим всем глаголам мы можем задать вопрос «не», «неи» или «кими». Поэтому они все являются переходными глаголами. Ещё для быстрой проверки, чтобы не задавать вопросы, кого или что, чтобы понять, переходный глагол или нет, перед глаголом можно поставить слово «ону», чтобы это означать «что-то» или «кого-то». Перед всеми этими глаголами мы можем ставить слово «ону». «Ону», «аромак», «ону», «бичмек», «ону», «булмак», «ону», «сормак» и так далее. Это такая маленькая подсказка. Мы в дальнейшем будем её использовать, чтобы уже не задавать никакие вопросы. И у нас есть ещё непереходные глаголы. Непереходные глаголы выражают действия, которые не переходят на другой предмет и нет дополнения, которое отвечает на вопрос «что», «неи» или «кого», «кими». Например, «гюльмек», «смеяться». Мы не можем задать вопрос «не гюльмек» или «неи гюльмек» или «кими гюльмек». Ни один из этих вопросов не подходит. И точно так же мы не можем перед этим глаголом поставить «ону», «ону гюльмек» тоже не подходит. Поэтому и этот глагол является непереходным. Ещё такой глагол «аламак», «плакать». «Ону аламак» можем сказать? Нет, просто «аламак» значит непереходный глагол. «Кызмак», «злиться», «инанмак», «верить». Ону и нанмак. Не можем сказать. Значит, непереходный глагол. Дурмак. Стоять. Отурмак. Сидеть. Ону, отурмак. Не можем сказать. Гельмек. Приходить. Ону, гельмек. Не можем сказать. Гитмек. Уходить. Ону, гитмек. Тоже не можем сказать. Поэтому непереходные глаголы. Также глагол. Качмак. Убегать. Учмак. Летать. Да, не можем спросить «Не учмак» или «Не учмак» или «Кими учмак». Просто летаем. «Ону учмак» тоже не подходит. «Ольмек» – умирать или «Уюмак» – спать. Как мы видим, все эти действия у нас не имеют дополнения, и оно не может отвечать на вопросы «Что?» или «Кого?». И они являются непереходными глаголами. А теперь переходим уже к понудительному залогу непосредственно. Смотрите, понудительный залог от непереходных глаголов, то есть глаголы, у которых действие не переходит на какое-то дополнение, у нас называется «Олдурган чаты». Аффиксы понудительного залога – это «те», «тыр» и «ыр», и плюс их варианты по гармонии гласных и согласных. При помощи понудительного залога действие глагола переносится на предмет, объект, и непереходный глагол становится переходным. Действие осуществляется под чьим-то воздействием, при этом смысл глаголов может кардинально меняться. Что это обозначает? Смотрите, у нас есть действия. Берем непереходные глаголы. Например, «гюльмек» – смеяться, «алламак» – плакать, «кызмак» – злиться или «батмак» – тонуть. Эти действия у нас не переходят на какой-то предмет. Мы не можем задать вопрос «не», «неи» или «кими». Или можем сказать «ону гюльмек» или «ону алламак» или «ону кызмак» или «ону батмак». Что у нас получается в этом случае? Когда мы применяем аффикс понудительного залога, а именно «олдурганчаты», при помощи этого аффикса у нас действие переходит на предмет. У нас есть предмет, объект, у нас есть действия, которые выполняем мы. И при помощи аффикса понудительного залога это действие мы переносим на предмет. Например, «гюльдурмек» – смешить. То есть, смотрите, «гюльмек» – смеяться, мы смеемся. А «гюльдурмек» – это мы делаем так, чтобы объект получил действие «гюльмек». Чтобы объект, который у нас с правой стороны, засмеялся. Мы делаем это действие, чтобы оно произошло с объектом. То есть, мы заставляем его засмеяться. Или по-русски говорим как «смешить». Или, например, глагол «аллатмак». «алламак» – плакать, это когда мы плачем. А «аллатмак» – это значит, когда мы заставляем кого-то плакать. То есть, уже действие плакания делает объект, но мы становимся инициаторами, чтобы он сделал это действие. И на русский язык, в зависимости от предложения, в котором будет использоваться этот глагол, можно переводить разными вариантами. Это может быть «доводить до слез». Это может быть «обидеть». То есть, я человека обидел, человек заплакал. Я сделал действие, при котором человек заплакал. Я, значит, его «аллатым». Я довел его до слез. Но мое действие может быть не обязательно плохим. Я могу рассказать какую-нибудь трагическую историю. Я могу произвести какую-то пламенную речь, при которой вы тоже заплачете. И это тоже будет «аллатмак». То есть, здесь по ситуации глагол может меняться. Или следующий глагол «казмак» – это «злиться». А теперь мне нужно сделать так, чтобы объект злился. То есть, что я делаю? «Казмак» – «я злю его». То есть, я его разозлил. Сделать так, чтобы он стал злым. Или следующий глагол «батмак» – «тонуть». Я тону. А теперь я хочу сделать, чтобы объект тонул. То есть, я что делаю? Я его топлю. «Батмак» – «тонуть». «Батырмак» – «утопить». Надеюсь, смысл понудительного залога именно «олдурганчаты». То есть, когда у нас понудительный залог от непереходных глаголов, вам понятен. И сейчас посмотрим, каким образом аффиксы этого залога присоединяются к корню глаголов. Аффикс «т» применяется для многосложных основ, чаще оканчивающихся на гласную и иногда на согласную букву. То есть, если у нас корень или основа глагола заканчивается на гласную, то мы подставляем просто аффикс «т». Но в некоторых случаях, если корень или основа заканчивается на согласную, тогда мы добавляем «т», но у нас уже немножко видоизменяется аффикс. У него появляются четыре варианта по гармонии гласных. Это «ыт», «ит», «ут» и «üt». И один из них мы используем. Возьмем на примере вот этих глаголов и посмотрим, как они принимают форму понудительного залога при помощи аффикса «т». Например, «Ющутмек», «Ющумек», «мерзнуть», у нас здесь корень заканчивается на гласную и мы добавляем «те» и получаем «Ющутмек», «заморозить». То есть, действие «мерзнуть» мы переносим на другой предмет. Или глагол «УЮмак», «спать», здесь тоже заканчивается на гласную корень, добавляем аффикс «те» и получаем «УЮтмак», это значит «убаюкивать» или «сделать так, чтобы этот предмет уснул». Также, например, этот глагол можно использовать, как «усыпить бдительность», например, да? Мы говорим, вот «бези уютту» он усыпил нас, усыпил нашу бдительность, в тот момент сделал что-то, что мы не заметили. Еще раз повторяю, для того, чтобы вы поняли, что на русский язык глаголы в понудительном залоге переводятся в зависимости от ситуации. Но мы с вами должны понимать смысл. И в данном случае это значит переносить действие на предмет. «Кызармак» жарится, а «кызартмак» у нас «жарить», то есть мы это действие перенесли на предмет, мы его жарим. «Коркмак» бояться, «коркутмак» пугать. Действие боязни перенесли мы на другой предмет, заставили забояться, то есть испугали «коркутмак». «Акмак» течь или литься, «акытмак» лить или наливать, то есть заставлять предмет литься. «Узамак» растягивать, тянуться, «узатмак» растягивать или растянуть. И как мы здесь теперь видим, что непереходные глаголы при добавлении аффиксов понудительного залога «олдурганчаты» они становятся уже переходными. То есть если у нас «ищумек» «мерзнуть» мы не можем, «онуищумек» не можем, значит это непереходный глагол, то когда мы добавили аффикс понудительного залога, то есть уже «ищутмек» «заморозить», то этот глагол уже стал у нас переходным. «Онуищутмек» «что заморозить» или «кого заморозить» мы можем поставить. Поэтому все глаголы в понудительном залоге «олдурганчаты» они уже становятся переходными. И возьмем пример предложения с аффиксом «те». Ихтималибле, даже вероятность «букадар бьюк бир адамын хузурна чикмак» предстать перед таким великим человеком «бени юркютьорду» приводила меня в ужас. «Юркмек» это значит «ужасаться», глагол у нас непереходный. И когда у нас добавляется аффикс понудительного залога, в данном случае «ют» получается «юркютмек» это «приводить в ужас». Второй вариант. Аффикс «тыр» почти всегда применяется для односложных основ, оканчивающихся на согласную букву. То есть в большинстве своем, если корень у нас односложный и если он заканчивается на согласную, то мы используем аффикс «тыр». И у него есть 8 вариаций по гармонии гласных и согласных. Берем еще набор глаголов непереходных и смотрим, что у нас получается, когда мы добавляем аффикс понудительного залога. Глагол «дурмак» «стоять», добавляем по гармонии гласных «дур», получаем «дурдурмак» «остановить». «Сделать так, чтобы предмет, объект остановился». «Дурмак» «стоять», «дурдурмак» «остановить», «останавливать». «Ольмек» «умирать» и переносим это действие на предмет, то есть предмет должен умереть, а мы делаем так, чтобы он умер, то есть убить. «Ольдурмак» «убить». «Кызмак» «злиться» и сделать так, чтобы человек разозлился. «Кыздырмак» это значит «злить», «разозлить». «Сусмак» «молчать». «Сустурмак» «заставить замолчать». Или заткнуть кого-то. Если человек разговаривает, мы можем его «сустурмак» «заткнуть». То есть сделать так, чтобы он произвел действие молчания. «Кошмак» «бегать». Коштурмак заставить бежать или гнать. Например, откоштурмак это значит гнать лошадь. То есть мы что делаем? Мы заставляем эту лошадь бежать. Глагол уянмак просыпаться. Теперь нам нужно, чтобы предмет сделал действие проснуться. То есть мы что делаем? Мы его будем. Уяндырмак будить. Уянмак просыпаться. Уяндырмак будить. Возьмем пример предложения с таким аффиксом. Моралинис бозупкен сези гюльдюрмеки чин бютун сачмалык тары денен киши кайбетмейн. Киши кайбетмейн. Не теряйте человека. Какого? Бютун сачмалык тары денен. Который придумывает всякие глупости. Ну пробует, по-турецки пробует денемек пробовать. Ну по-русски лучше перевести как придумывает всякие глупости. Для чего он их придумывает? Сези гюльдюрмеки чин. Чтобы размешить вас. Когда? Моралинис бозупкен. Когда у вас плохое настроение. Не теряйте человека, который придумывает всякие глупости для того, чтобы рассмешить вас, когда у вас плохое настроение. И по-турецки. Моралинис бозупкен сези гюльдюрмеки чин бютун сачмалык тары денен киши кайбетмейн. Здесь глагол у нас гюльдюрмеки смеяться и гюльдюрмеки сделать так, чтобы предмет смеялся. Рассмешить. Гюльдюрмеки. Следующий аффикс «ыр» применяется для односложных основ, оканчивающихся на согласную букву. Этот аффикс у нас имеет четыре варианта «ыр», «ир», «ур» и «ыр». И еще встречаются некоторые варианты глаголов, когда у нас применяется аффикс, который имеет два варианта. По большой гармонии гласных это «ар» и «эр». Этих слов немного, но они тоже встречаются. Берем следующий набор глаголов и смотрим, что у нас получается при добавлении аффикса понудительного залога «ыр». Копмак – отрываться. Копармак – оторвать. То есть сделать так, чтобы предмет оторвался. Значит, оторвать. Ятмак – ложиться. Теперь мы хотим сделать, чтобы предмет лег. Значит, уложить. Ятмак – уложить. Гечмак – проходить. И гечермак – проводить. Гечмак – гечермак. Бетмак – закончиться, заканчиваться. Теперь нужно нам сделать так, чтобы предмет закончился. Это значит, бетмак – закончить. Кочмак – убегать. Кочермак – значит сделать так, чтобы предмет убежал. То есть уводить, угонять или похищать. По-турецки говорят «кыз кочермак» или «гелин кочермак». Это когда воруют девушек. Невест используют такой глагол, как «кочермак» – похищать. Дюшмек – падать. Теперь мы делаем, чтобы предмет произвел действие «упасть», то есть мы его роняем. Дюшмек – уронить. Возьмем пример этого аффекса в предложении. Мексика, когда университет дюнянен энвью кялут учауны учур дулар. Мексика, да, в Мексике в одном университете, бир университет дэ, запустили учур дулар вообще от глагола «учмак» – летать, а учур дулар сделали, значит, так, чтобы он полетел. Но так как это у нас здесь самолет, поэтому мы говорим, что запустили в небо, да, дюнянен энвью кялут учауны – самый большой в мире бумажный самолет. В Мексике в одном университете запустили в небо самый большой в мире бумажный самолет. Мексика, да, бир университет дюнянен энвью кялут учауны учур дулар. Теперь рассмотрим понудительный залог от переходных глаголов. Это у нас по-турецки «этиргенчаты». Аффикс понудительного залога точно такой же, как и в «олдурганчаты» – это у нас «те», «тыр» и «ыр». И действие глагола делегируется на выполнение третьему лицу – субъекту. Делегирование действия может происходить посредством просьбы, совета, приказа или принуждения. Рассмотрим на схемке. Смотрите, до этого у нас было действие, которое выполнялось непереходными глаголами. И при помощи понудительного залога «олдурганчаты» мы переводили действие на объект. В данном случае у нас уже переходные глаголы, то есть у нас уже действие, переведенное на объект. Смотрим, какие глаголы у нас переходные. Например, «аромак» – «искать», то есть «что-то искать». Действие переходит. «Сормак» – «спрашивать», «что-то спрашивать». Здесь тоже действие у нас переходит. И глагол «гюльдюрмек». Это как раз у нас глагол от непереходной формы глагола «гюльмек» – «смеяться». Здесь уже мы добавили аффикс понудительного залога «олдурганчаты». «Дюр» и получили глагол «гюльдюрмек», и он уже у нас является переходным. То есть все эти действия у нас переходные, они переходят на объект. Но до этого, что у нас получалось в «олдурганчаты» в предыдущем понудительном залоге, все эти действия делали мы. А вот «эттергенчаты» понудительный залог обозначает, что мы сами действия не делаем, но мы являемся инициаторами действия. Мы заставляем кого-то, инициируем, чтобы третье лицо, вот этот зеленый человечек, то есть кто-то или что-то, или какой-то предмет, выполнил вот это действие. Мы действия не делаем, а инициируем третье лицо выполнить это действие. Надеюсь, понятно. И что у нас получается? Например, глагол «арамак» и в понудительном залоге «эттергенчаты» у нас получается «аратмак». Это значит «заставить» или «попросить» кого-то третье лицо, вот этого вот зеленого человечка, в данной схеме, найти. То есть мы не сами ищем, а просим, заставляем, выполнить действие поиска третьему лицу. Или глагол «сордурмак». Можно перевести как «расспрашивать» или «заставить», «попросить», «спросить» кого-то. То есть «расспросить» это значит что? Это значит, что я прошу человека, чтобы он позадавал кому-то вопросы, ну и потом информацию дал мне, да? То есть я «расспрашиваю», не «спрашиваю», а «расспрашиваю». Или «прошу» человека выполнить действие спрашивания. «Сордурмак». Или глагол «гюльдюртмек». Если «гюльдюрмек» это значит «расмешить», когда мы смешим объект, то «гюльдюртмек» это значит, что мы сами не смешим, а просим или заставляем третье лицо кого-то рассмешить. Действие делаем не мы. Надеюсь, не сильно запутано и будет понятно. Теперь смотрим. Аффикс «те» у нас применяется для основ, оканчивающихся на гласную букву и на слоге «ыр», «ир», «ур», «юр», «ар» или «эр». Берем наши глаголы и добавляем наш аффикс и смотрим, что у нас получается. Например, «окумак» читать. «Окутмак» это значит «заставлять читать» или «обучать». То есть мы сами действия читания не делаем, но мы инициируем, заставляем или просим, или говорим, чтобы прочитал, чтобы действие читания провел какой-то человек. То есть третье лицо. Например, «ойномак» играть. «Ойнатмак» это значит «заставлять играть» или «забавлять». То есть саму игру ребенок играет, а я принуждаю его к тому, чтобы он это играл. Я его забавляю. «Чаэрмак» звать. «Чаэртмак» призывать. Я не сам зову, а я при помощи кого-то, какого-то посредством третьего лица, я вызываю, призываю. «Чаэрмак» «Чаэртмак». «Кочермак» это «угонять», «похищать» это из непереходных глаголов. «Кочмак» — «убегать». Добавился у нас аффикс понудительного залога «Олдурганчаты». Получилось «кочермак» — «угонять» или «похищать». И сейчас мы добавляем уже аффикс понудительного залога «Эттергенчаты» и получаем «кочертмак». Это значит, мы похищаем не сами, а просим или приказываем кому-то сделать похищение. «Кочертмак» — «просить похитить». «Пещермак» — «варить». Это мы сами делаем действие, варим. А теперь мы не хотим варить, а хотим, чтобы действие варения сделал кто-то другой. Например, просим маму, чтобы она нам приготовила что-то. И мы что делаем? «Пещертмак» — «мы просим сварить» или заставляем кого-то сварить. «Айрмак» — «отделить». «Айртмак» — «заставить отделить». «Заставить сделать это действие». Вот есть такое, что «отель айртмак» — это значит «забронировать». Когда я хочу забронировать отель, я звоню в отель и прошу того человека отделить, то есть оставить для меня номер. «Я айртьёрум» — «я бронирую». Берем пример предложения «Ярли юрюн» — «фиат дющурты». «Ярли юрюн» — «отечественный продукт». «Фиат» — «цена» — дющурты способствовал падению цен. Дющмек — «падать». Дющурмек — «ронять» — «дущурмек» — «способствовать падению». В данном случае у нас упала цена. Что поспособствовало падению этой цены? «Ярли юрюн». То есть отечественный продукт. Ну, скажем, картошки в этом году очень много у нас выросло, и благодаря этому отечественному продукту, то что его очень много, цена на него низкая, и поэтому цена в магазинах и везде тоже упала, даже если товар был импортный, но им пришлось понизить цену до цены отечественного продукта для того, чтобы он продавался. То есть, отечественный продукт сам не понижал цену, но он способствовал этому, то есть, его инициатива была на людей, торговцев, которые торгуют этой картошкой, скажем, импортной, им пришлось понизить цену, и поэтому здесь используется именно düşürtü, он способствовал падению цен. Следующий аффикс «тыр» применяется для большинства основ, оканчивающихся на согласную букву. Это самый употребляемый аффикс в понудительном залоге именно «эттерген чаты». Он имеет у нас 8 вариантов по гармонии гласных и согласных «тыр», «тир», «тур», «тюр» и «дыр», «дир», «дур», «дюр». Берем глагол и смотрим. «Чалышмак» – «работать», «чалыштырмак» – «заставить работать». Мы хотим, чтобы действие «работать» сделал кто-то. Третье лицо, и мы инициируем. Мы «чалыштырёрус» – «заставляем работать». «Япмак» – «делать», «Яптырмак» – «заставить» – «сделать». «Язмак» – «писать», «Яздермак» – «заставить» – «написать». Или еще, например, «Яздермак» – это значит «напечатать на принтере». Главный смысл какой? Мы хотим написать, ну, как бы сейчас напечатать, это с нашего компьютера переписать на бумагу, по смыслу, грубо говоря. И мы говорим принтеру, чтобы он написал. То есть посредством третьего здесь лицо у нас идет как принтер. Он пишет. Мы сами рукой не пишем. Он у нас пишет, но в данном случае печатает. И поэтому «Яздермак» может быть как напечатать. Но также может быть как заставить написать кого-то. Например, я сам не хочу писать письмо мэру, но я своему секретарю, яздерьёру, заставляю его или прошу, чтобы она или он написали это письмо. «Бильмек» – «знать», «Бильдермек» – «сообщить». То есть сделать так, чтобы третье лицо узнало, значит «сообщить». По идее сообщить мы можем как бы и сами, но я думаю, что здесь все-таки имеется в виду, что «Бильдермек» посредством чего-то. Мы сообщаем «Бильдерьёрус» посредством какого-то письма, посредством сообщения, мейла, телефона. То есть непосредственную функцию передачи вот этих знаний выполняет всё равно какое-то средство. «Кесьмек» – «резать», «Кесьмек» – «заставить отрезать» или попросить отрезать, инициировать кому-то, выполнить эту функцию. Например, «Кесьмек» – «Сачкесьмек» – это я когда сам себе волосы постригаю. И «Сачкесьмек» – это когда я иду к парикмахеру постричься. Я сам не стригу, но делаю так, чтобы он меня постриг. «Кесьмек» – «решить» или «решать», и «Кесьмек» – это побудить кого-то к решению какого-то вопроса. Вот, например, возьмем такой интересный пример. Только вчера был матч между большими командами футбольными турецкими – это «Бесикташ» и «Галатасарай». И «Бесикташ» сначала проигрывал 2-0 в первом тайме, а во втором тайме, почти на последних минутах, отыграл два гола, и матч закончился со счетом 2-2. В Турции после того, как заканчивается футбольный матч, почти на всех главных каналах есть такие программы, на которых разные спортивные комментаторы обсуждают эти матчи еще очень долго, в течение часа, полтора. Они могут обсуждать, кто как играл, какой тренер, что правильно сделал, неправильно сделал. В общем, это очень-очень долго происходит такая болтовня. И есть такой известный спортивный футбольный обозреватель, комментатор – это Эрман Торолу. И вот вчера в передаче, комментируя вчерашний матч, он говорит «Щенол Ходжа» – это тренер команды «Бесикташ». «Ходжа» – это как бы переводится как «учитель», но они тренером так тоже говорят. И фамилия его «Щенол». Это тренер «Бесикташа». И вот он говорит «Щенол Ходжа» – это тренер команды «Бесикташ». Сначала потерял своего «Ишака», а потом его нашел. То есть он имеет в виду, что когда они в первом тайме проигрывали 2-0, он как бы потерял свою удачу, а вот во втором тайме, то есть потом, он его снова нашел, то есть он эту удачу снова поймал, получил. И когда мы на русский язык переводим, мы переведем просто «что потерял, а потом нашел». Но он не говорит, что «Щенол Ходжа ищейни кайбетти сон рада булду», а добавляет здесь аффиксы «понудительного залога» и получаем «кайбеттирди сон рада булдурду». Почему? Потому что тренер команды сам непосредственно не играл в этот футбол. Так как он руководил этой командой, он как бы сначала потерял удачу, а потом он снова ее поймал. Но действия, когда в процессе этого, которые делались, то есть это была игра в футбол, делали футболисты, а не сам тренер. И поэтому здесь используются аффиксы «понудительного залога» и «ттергенчаты». «Щенол Ходжа ищейни кайбетти риды сон рада булдурду». То есть посредством своих игроков он сначала потерял, а потом нашел. Надеюсь, было понятно. И аффикс «ыр». Он очень редко используется, и количество таких слов невелико. Если честно, я вообще сколько смотрел и искал, больше трех глаголов я не нашел. Я только нашел глаголы «гечмек», «ичмек» и «дуймак». Если вы найдете еще какие-то переходные глаголы, которые берут аффикс «понудительного залога» и «ттергенчаты» «ыр», то, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что я правда не нашел. Еще такой момент, что все эти три глагола как будто бы берут аффикс «понудительного залога» не «эттергенчаты», а «олдурганчаты». Хотя эти все глаголы являются переходными. То есть «геч» «ону» «гечмек», «ону» «ичмек», «ону» «дуймак». Мы везде можем задавать вопрос «не-не-и» или «ки-ми», поэтому они являются переходными. Но смотрите, что у нас получается. «Гечермек» — это «проводить», «ичермек» — «напоить», «дуймак» — это «сделать», чтобы услышали «сообщить». То есть, по идее, здесь все действия должны выполняться третьим лицом. Но по смыслу получается, что как будто все эти действия делаем мы. Мы проводим, мы кого-то поим и мы кому-то сообщаем. Поэтому я отдельно беру вот эти вообще три глагола. Может быть, лучше про них вообще забыть. Ну, просто знать, что вот они являются таким исключением. Ну, просто знать, что они являются таким исключением в «эттергенчаты» — это легче просто дальше не вникать. То есть, в принципе, полнительный залог «эттергенчаты» у нас состоит из аффиксов «те» и «тыр». «Ир» — это какое-то исключение. Но, тем не менее, посмотрим предложение. Надеюсь, что урок был не сильно загруженным для вас. Надеюсь, что он был понятным или хоть немножко понятным. Если вам понравилось, ставьте классы. Если что-то непонятно, пишите в комментариях вопросы. Давайте вместе обсуждать. Спасибо за внимание. До скорых встреч.